всем привет такой кратенький обзор на сегодня 8 августа минской области пуховический район ягодки начинают размягчаться наливаться лора довольно неплохо это вот четвертый год кустику довольно неплохо пошел дождь постоянно накрапывает не дает покоя болезни цепляются это у нас самбо начинает окрашиваться потиху ягоды более-менее так в этом году немножко покрупнее чем прошлом тоже четвертый год кусту каталония тоже четвертый год кусту я ее попрятал в мешочке потому что видел каких-то странных птиц и кстати раньше не видел довольно крупные и тягают что-то большое в клювах похоже на мой виноград правда я не заметил чтобы что-то было поклёвано хотя может где-то что-то упустил в общем попрятал все это в мешочке потому что окрас больно у него симпатичный ягодка крупная уже окрас практически завершается будет еще темнее конечно я году пробовал еще пока кисловато и смеш 342 в этом году какой-то слишком мелкий тоже уже размягчается ягодка уже немножечко такая съедобненькая скажем так но еще дня три повисеть и можно будет клевать потиху ягоды все говорят что 342 этом году мелковат у меня вот такая же история юпитер вроде болезни не хватает все жалуются что милки хватает у меня вроде бы пока тут вот нормально этому кустику третий год мускат блал цепанул клюванул ягодку кстати очень приятный мускат у него такой цитронный я бы сказал кислая ягода но мускат уже чувствуется приятно рядом элегант ягоды надувает должен быть готов примерно к началу сентября ну там в пятых может десятого не знаю пылился плоховато в этом году очень много гороха но что-то есть на покушать вообще в этом году слабовато все почки стартанули видимо прошлый год все-таки холодный заложились почки не очень хорошие поэтому очень много дырок маршал фош четвертый год кусту гроздей дал довольно много мелкие такие конечно к розочки плюговенькие такие но и довольно много вот такие они симпатяшки пока еще не окрашивается платовский что-то у меня слабо идет ему уже года четыре или пять посланник идет вот ягодки такие надуваешь но кустик не очень хорошо себя чувствует не знаю буду наверное избавляться потому что у него и вкус так себе но он для для вина конечно но все равно что-то не впечатлил не знаю дианка второй год кустику вот такую лазенечку дал и маленькую сигнал очка я уже не трогал побежек мощный достаточно просто по вкусу пару ягодок попробовать второй побежит вообще дохты какой-то новая моя шпалера трехлетки ожидал от них сигналки но в этом году что-то не получил этот у меня хлорозил это у меня памяти учителя что-то каждый год хлорозит его там железо обрабатывают в общем каждый год одна и та же примерно история остальные более-менее неплохо идут вот такой вот мне рядочек ранее надежду тоже спрятал в мешочке потому что темная ягодка на нее птицы хорошо реагирует опять же из-за того что видел этих птиц побоялся потому что это у меня сигнальные грозди боюсь что они меня ставят даже попробовать поэтому перестраховался нацепил мешочки меня тут буквально раз-два-три-четыре-пять гроздочек нужно попробовать но окрас уже хороший темный тукай кстати пробовал уже сладость есть кислоты мало можно в принципе уже по тиху клевать алешка алёшка миллю нахватался по листве ягоды грозди вроде бы довольно неплохие в этом году но вот сегодня случайно такой же повнимательнее конечно обошелся и вот самый крайний самое крайнее место на такое в полутени видимо плохо проветривается и вот здесь вот у меня аидиум на гроздях причем конкретный на 4 по моему гроздях это я его уже прижег сода с марганцовкой купал ванночку дело такое и окунал его видео есть на канале можно посмотреть и вот он такой припаленный вид конечно уже не товарный но во всяком случае он не будет распространяться ягоды все-таки созреют поэтому ну как-то так вот сравнить вот эти и вот эти земля и небо да кажется расстояние тут сантиметров 30 друг от друга он ну кажется вроде типа загущенность есть да ну вот здесь то же самое совсем другой колорит листья вот нилдю настроить припаленный кстати милдю обрабатывал в последний раз хитоспарин с прилипателем но так с большего более-менее вроде бы держится вот неделю назад обработал но сейчас дождем не дают обработать еще раз молодняк неплохо пошел до верхней проволоки большинство из них это перло вот ведерко сидят преображение есть сигналки отводкам которые упыринял вот еще саженцы короче тут было место я сюда эти вот ведерки подпекал и дубовский розы и окраса пока нет ну так наметки какие то же вроде появляются я думаю сейчас начнет окрашиваться но грузочка симпатично мне очень нравится ну такой вот беглый обзорчик пока нечем особо хвастаться но что есть то есть и кстати на дубовском он на пасынке выкидывает пасынковые сосветия причем много где выбрасывает вот он какие уже ну я его честно говоря он у меня немножко боюсь чтобы не поджировал потому что побеги вроде неплохие были но тронулись в рост как-то первая и последняя середина вообще не стартанула поэтому есть немножко не до груз особенно вот довольно толстый побед поэтому я стараюсь сильно не пасынковать немножечко ему дури надо куда-то деваться мой кустик которые окрестили минским ароматным но вот он в таком состоянии конечно грозди совсем мало в этом году он просто ужасен ягода начинает окрашиваться есть пару симпатичных гранди и конечно более-менее и уже прореженный но он все равно ягода квадратная становится все равно давится видите как не прореживать розочки маленькие да еще и давится плодоножки очень коротенькие но такое безобразие но уже прореживать не буду в принципе не должен он по идее треснуть хотя кто его знает в том году кстати треснул когда ливни прошли вот любимец аркашка моя вроде бы чистенькая тоже а видимо пока нет любитель подхватить ну вроде нет и кадряночка кадрянка грянка только-только окрашивается опаздывает конечно в этом году конкретно что поделаешь вот так она в нахлёстом не идет варкашки ягода начинают уже так неплохо наливаться довольно крупная становится я думаю еще неделька две они такие бомбочки станут подарок не святая который посажен в этом году двухлетним кустиком кстати очень неплохо пошел глаза довольно таки толстенькая для одногодки для первого года два побежка очень даже нехило но правда еще не очень высокий 3 проволока думаю до конца августа он дотянет до последней проволоки и увеличится может в следующем году сигналку получу если повезет ну вот такой беглый обзорчик поэтому как то так все народ пишите в комментариях как у вас там стоят что вас там по болезням слышно в этом году конечно по болезням какая-то засада все всем удачи пока